Ну и по-прежнему остается актуальной тема коронавируса и сейчас вакцинирование массовое начинается. Мы уже получили информацию, говорили вам о том, что уже 56 тысяч доз вакцины доставлено в Челябинскую область. Вот о том, как можно вакцинироваться, как пройти, обо всех подробностях еще раз более подробно поговорим с нашей гостьей. С нами на связи Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Альфредовна, подскажите, пожалуйста, совсем скоро в область еще поступит 56 тысяч вакцин. Каким образом они будут распределяться? Какое количество останется в Челябинске, а какое уйдется на другие города нашей области? Вакцину мы распределяли пропорциональной численности населения, как это происходит и в рамках Российской Федерации. В порядке 12 тысяч останется в Челябинске, 7 тысяч, это будет дальше. Это численность населения, Златоуст, Мясо, другие территории. Естественно, что города-миллионники, они имеют в два раза большую заболеваемость, если вычесть отсюда, так сказать, остальную статистику. Поэтому, безусловно, приоритет этот, в том числе, крупные мегаполисы, где заболеваемость значительно выше и риски заражения тоже выше. Для нас остается приоритетом возрастная группа 55 лет, потому что и летальность в этой группе в случае заболевания в 4,5 раза выше. Ну и, в принципе, люди с хроническими заболеваниями, статистика показывает, что они в два раза дольше находятся на больничной койке в случае тоже заболевания новой коронавирусной инфекции. Поэтому, конечно, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями для нас являются приоритетом. И здесь уже и поликлиники очень активно работают с диспансерными группами, обзванивают, приглашают на вакцинацию. Но вместе с тем будет и свободная запись на вакцинацию через портал государственных услуг. Как мы и обещали, с 1 февраля там появятся слоты на все медицинские организации, которые задействованы в вакцинации. Там уже сегодня поступим перечень этих медицинских организаций. И можно будет записаться по времени на вакцинацию тех, кто добровольно желает это сделать. Поэтому здесь мы не ограничиваем и тех граждан, которые хотят вакцинироваться и смогут записаться через портал госуслуг. Более того, мы сейчас прорабатываем возможность записи через единый номер 122. Потому что пожилые, например, не смогут или не захотят записываться через портал госуслуг. Поэтому можно будет звонить на единый номер 122. Его перемаршрутизируют на вакцинальный кабинет и, соответственно, там будет произведена запись. Поэтому здесь мы, так сказать, максимально учли все потребности наших граждан. И портал госуслуг, и единый номер горячей линии. И, соответственно, регистратуры поликлиник, где тоже эта запись будет осуществляться. Но у нас не будет принудительной вакцинации той или иной категории граждан? Вы знаете, если бы даже нам этого очень хотелось, то пока количество не позволяет это сделать. Пока у нас желающих больше, чем вакцины. И вы знаете, чем больше мы прививаем, тем больше желающих. Потому что люди видят, что никаких серьезных последствий это не несет. Это несет, скорее всего, уверенность в завтрашнем дне, безопасность для себя и окружающих. И поэтому здесь желание вакцинироваться, оно появляется все у большего количества людей. И, кстати, у пожилых граждан очень активно они звонят, интересуются и хотят вакцинироваться. И это очень здорово, потому что, на самом деле, они для нас самая большая группа риска. И если мы максимально их вакцинируем, мы обезопасим их, прежде всего, от тяжелых последствий этой болезни, от сложного периода реабилитации. Это очень важно. Но вот если мы первую вакцинацию ждали с трепетом, когда же в нашу область ее завезут, то сейчас уже активно завозятся. Скажите, будет ли ожидаемо ли тот факт, что в торговых центрах, точно так же, как и от гриппа, ставят такие вакцинации, будет и от ковида? Я думаю, что это вопрос не такого далекого будущего, потому что сегодня производители вакцины работают на изменение температурного режима хранения и над упаковкой. Сегодня, вы знаете, флакончик он 5 доз, да, то есть мы, как правило, там пятерками прививаем, это очень удобно. Для торгового центра, конечно, это не совсем удобная фасобка, и поэтому, когда будут единичные дозы, когда будет снижена температура хранения, над этим сейчас активно идет работа до минус 2-8 градусов, естественно, это сделает возможность вакцинации и в общественных местах. У нас очень много заявок от организованных коллективов, потому что то исследование, которое провел Роспотребнадзор, оно показывает, что иммунная прослойка очень высока в категориях работников здравоохранения, образования и сферы услуг. И совершенно нет практически иммунной прослойки в организованных коллективах, например, крупных предприятий, потому что там, соответственно, и пропускной режим, и соблюдение всех санэпид-требований очень жесткое, и люди там практически не болеют. И это для нас тоже определенная группа резко, потому что там, так сказать, нет популяционного иммунитета, как мы говорим. И сегодня очень многие предприятия активно выступают за вакцинацию, то есть агитируют своих сотрудников, и более того, даже часть предприятий заявила нам, что они готовы купить у себя холодильное оборудование для того, чтобы проводить вакцинацию именно на предприятиях, чтобы можно было ее туда доставить. И силами, в том числе, медицинских работников предприятия осуществить эту вакцинацию. Поэтому мы, в принципе, к массовой вакцинации готовы, и силами предприятий, которые очень активно включились в эту работу. Поэтому уверены, что сегодня готовы принять и гораздо большее количество доз, и с нетерпением ждем февральскую поставку, которая будет в размере порядка 100 тысяч. Ну и видим, что наращиваются объемы производства и в России. Если мы в январе начали с 2 миллионов, в феврале – это уже 5,7, и в март – это будет уже 9,2 миллиона произведенной вакцины в России. А там еще появится эпивак «Корона», это векторовская вакцина, которая не в таких количествах, но тоже где-то с весны начнет поступать в регионы. Сейчас зарегистрирована вакцина еще центра Чумакова. То есть это тоже, я думаю, что к лету будут дополнительные еще объемы этой вакцины. Поэтому я думаю, что к осени вот такая массовая вакцинация, она будет завершена как раз к новому, так сказать, эпид-сезону осенне-зимнему. Мы будем готовы, уже пройдя такую достаточно массовую вакцинацию, она будет составлять для России 68,2 миллиона человек. Это все граждане, которые старше 18 лет и не переболевшие. То есть сейчас мы все-таки рекомендуем тем нашим жителям, которые переболели, воздержаться от вакцинации сейчас и сделать эту вакцину спустя полгода после того, как они переболели. То есть это как раз к осени, к началу нового эпид-сезона. Поэтому здесь вот такое количество граждан, где-то для нас, это, наверное, если считать в целом 60%, это миллион 600, если вычесть переболевших, то есть, ну, там чуть меньше. Поэтому надеемся, что вот с этой задачей, там, в зависимости от поставок вакцины мы справимся к осени. У нас такой вопрос, вот члены правительства вообще уже получили прививку? И как пережили, если получили? Ну, члены правительства у нас, я уже говорила, часть переболела, наверное, даже большая часть, если быть честными. Я привелась еще в июле, когда только была зарегистрирована вакцина. Я ее тогда сделала в Москве. В принципе, достаточно, уже прошло полгода, у меня достаточно высокие титры антител, что говорит об эффективности вакцины. То есть, в принципе, я ее совершенно там нормально перенесла. А вторую я даже вообще не почувствовала и не поняла, когда поставила уже, была вторая аппликация. Поэтому здесь я считаю, что вакцина совершенно эффективна. Я ее на себе проверила еще, когда не было массовой вакцинации. Поэтому совершенно точно, там, медики даже наши со мной наблюдают, насколько длительный иммунитет сохраняется. Но пока вот достаточно эффективно она работает. Будем смотреть дальше. А поскольку все мы нарабатываем, только опыт, только смотрим, ну и, безусловно, вакцина тоже будет совершенствоваться и меняться температурный режим ее хранения. Поэтому здесь, конечно, все переносят по-разному. Кто-то вообще не замечает. Кто-то меня даже спрашивает, может, нам поставили плацебо. То есть, совершенно не чувствую каких-то последствий. Кто-то, конечно, температурит такое, тоже бывает. Но это все зависит от индивидуальных особенностей организма, реакции на этот вирус. Но, тем не менее, я считаю, что вакцинация это в любом случае гораздо лучше, нежели само течение заболевания. Мы согласны. Ирина Альфредовна, будем еще возвращаться обязательно к этой теме. Спасибо огромное, что раскрываете нам все секреты подробно. Напомним, еще раз с нами на связи была Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области. Мы просяемся со зрителями телеканала ОТР. Вернемся в эту студию через полчаса на ОТВ. Продолжение следует...